Здравствуйте! С вами снова Школа Шитья Шью Сама и я Мария Орлова. Предлагаю вам сегодня полистать свежий выпуск Бурды Шить Легко и Просто, который готовит нас к грядущему летнему сезону 2019 года. Я журнал Бурда Шить Легко и Быстро очень сильно люблю, потому что в нем множество преимуществ. Покупаю его регулярно, не упуская ни одного номера. И сейчас очень рада получить этот журнал, потому что, на мой взгляд, практически все модели в нем манят и, конечно же, должны поселиться в гардеробе любой девушки. Давайте смотреть, что у нас здесь ждет. Во-первых, обложка нас уже манит приятными тонами, бирюзовый цвет, который тут же уже навевает мысли о море. И это, конечно, все манит и прекрасно. Так же, как эта юбочка, очень современного покроя, да, здесь у нас планочка с пуговками, джинсовая ткань, внизу оборка, очень все стильно, современно, так мы сейчас носим. Смотрим технические рисунки. Здорово, что здесь есть и разного варианта топы, так же, как и блузки, да, если не очень жарко. Здорово, что здесь есть платье, которое сразу же видно, что шить нам будет очень просто, а вариантов достаточно много. И посмотрите, какие классные юбки тоже, да, на запахе. Идеально шикарно для любой фигуры, шьются несложно. И, используя разные материалы, можно получить несколько разнообразных юбок в своем гардеробе. Здесь у нас тоже базовые выкроечки, которые всегда нужны и в офисном, да, например, стиле. Очень удобно под пиджак, летом просто незаменимы такие блузки. Здесь халаты, да, которые выполнены из натуральных тканей, будут просто незаменимыми помощниками на море в прогулках. И выполнены из других материалов в городе и на работу, невероятно комфортно и невероятно удобно, да. Брючки, конечно же, куда без брючек, широкие брюки. Пожалуйста, вариант с оборочкой, вариант без оборочки. И шорты с оборкой очень романтичные, очень приятные для того, чтобы летом прогуливаться или также загорать на море. Смотрим модельки. Вот топы. Ну, конечно, топ, например, вот такие топы такого плана я лично не ношу, но я знаю, что очень многие девушки любят помодничать и носят такие открытые топы. И здорово, когда эти топы сшиты из хлопковой ткани, тогда это, конечно же, на жару прекрасный вариант. Еще можно сделать через плечо, да, тоже это несложно. А здесь представленные из тканей не натуральные, и не натуральные больше годится для вечернего, наверное, варианта. Ну, в общем, многим, наверное, понравится. Здесь тоже, посмотрите, такой интересный топ для каких-то романтичных прогулок или посиделок в кафе. Мне кажется, очень будет удобно, конечно, наверное, не на каждый день на работу такой не наденешь, но для летних таких вечеринок очень здорово. Ну, здесь тоже такой универсальный топик, наверное, очень будет приятен, да, в использовании. Ну, вот лично я такие топы не ношу, поэтому у меня он эмоций никаких не вызвал, но знаю, что многие носят. Да, про мастер-класс. Смотрите, чем отличается журнал «Шить легко и быстро», который выходит раз в квартал? По каждому изделию даны подробнейшие мастер-классы, и даже новичок легко с ними справляется, потому что все максимально подробно проиллюстрировано по каждому этапу и рассказано в тексте. Также здесь, конечно, есть большое преимущество, что не нужно искать в картах метро нужную выкройку. Здесь все выкройки даны в единственном экземпляре, в нужном размере вырезаете, и уже удобнее гораздо использовать выкройки. Здесь платье, пожалуйста, очень тоже такие интересные, легкие модели. Я, например, с удовольствием пошлю себе такое платье, например, с штапелем. Мне кажется, что будет очень здорово. Здорово, что длина миди, я ее очень люблю, но посмотрите, здесь каждая может откорректировать длину по своему желанию. Точно так же, как и длину рукава, который здесь тоже с валаном. И вы смотрите, в этом платье тоже интересная изюминка, что рукавчик с двойным валаном идет. Можно немножко так покреативить, поэкспериментировать, да, и поселить в своем гардеробе такое изделие, которое будет, конечно же, привлекать внимание. Вот еще вариант платья, который мне понравился. Тоже захотелось такое сшить. Мне кажется, это очень удобно. Хлопковые ткани и вперед. Хоть на прогулку, хоть на работу, очень универсально. Обожаю универсальные вещи, которые еще шьются быстро. А здесь красивые юбки. Очень красиво, мне кажется, подобрали принты для иллюстрации этих юбок. Это мы сейчас смотрим без валанов юбочки. На следующей страничке посмотрим с валанчиком. У меня здесь тоже есть валанчик. Красивые очень цвета, полосочка, здорово. Очень сложная в пошиве такая юбочка, совершенный новичок. Легко и просто справится. А юбка, посмотрите, какая классная. И в пир, и в мир, и из ткани можно шить ее из разной. И будет она смотреться по-разному. Точно так же, как и регулировать длину. Очень интересная модель. Вот она в варианте с валанами. Ну, посмотрите, какая красота. Ну, как мне шить такую юбку себе на лето? Тем более, в сочетании с такими модными футболками, невероятно круто. Шейте себе еще и футболку. Делайте классный яркий термотрансфер. И вы будете самая модная, самая яркая. И вам будет очень комфортно. Юбочка на талии, это всегда плюс 10 к комфорту, как минимум. Смотрите, здесь более струящаяся ткань. Юбка выполнена с другим принтом и уже играет совершенно тоже по-другому. Здесь держит объемчик, а здесь так немножко струится. Очень классные юбки. Фаворит этого выпуска мой личный, 100%. Это не странный мульт уже. Хотя мы совершенно в разных размерах с Машей. Да, мне и нравится своей универсальностью. Я предложила подружкам пошить на заказ такую юбочку. Думаю, что будет желающим. Вот такие вот топы. Ну, конечно, очень многие носят и любят такие. Не могу сказать, что мне нравится такая модель. Правильно, наверное, называется с хомутом, да? Вырез или по-другому? Качелька. Вырез-качелька, да. Также здесь вот из скользких тканей модель приведена как пример. Не знаю, я сомневаюсь насчет такого кроя. Не ношу его и не вижу. Честно говоря, я тоже. И не вижу на своих сверстницах. И на молоденьких девчонках тем более. Поэтому, ну, все-таки спорный момент. Немножко даже грустно, что вывели на обложку эти топы. Потому что можно было проиграть на чем-то более интересном. Хотя, отмечу, что вот в этом варианте с этими тканями, которые сейчас модные, сейчас очень актуальны ткани с любым блеском, да? Особенно с серебристым блеском, серебро просто на пике. Конечно, смотрится уже немножко по-другому. И даже вот хочется повторить такое для себя. Халаты. Универсальные халаты. Шикарно. Тоже шьется буквально за пару часов практически, да? Конечно, зависит от того, какую ткань вы выберете. Если это будет скользкая ткань, то придется повозиться и новичкам лучше не браться. Но если это хлопковая ткань, например, я думаю сшить себе такой халат из батиста для морских прогулок. Потому что планирую морское путешествие и представляю уже, как я иду по берегу моря, а халатик развивается на ветру. Смотрите еще, как здесь здорово обыграли, да? Придумали бахрому, что тоже довольно актуально. Сейчас сетка, бахрома, цепочки. Все это можно использовать и быть просто самой модной модницей. Раз и вуаля, уже вечерний вариант у вас готов. Мне очень понравилась вот эта модель с цветами. Тоже интересно, да? Обыграли рукава, посадили на манжет крикотажный, что придает больше стиля этому изделию. И это уже смотрится не как домашний какой-то пеньюар, а смотрится уже как стильная полноценная вещь с изюминкой такой. Точно будет привлекать внимание. Ну, брючки. Конечно, куда сейчас без широких брюк? Это мода модная. Писк писков. Тренд трендов. Широкие брючки из хлопковых тканей натуральных. Ну, у них, может быть, не хлопковых, да, но натуральных. На завышенной талии. Без лишних заморочек. Пожалуйста, пояс на резинке, да? Приточной. Очень легко шьется. Просто невероятно. Вот такая бахрома на этой модели. Ну, не бахрома, а борочка на этой модели. Она дает дополнительный романтизм, такой шарм. А смелые девочки вообще легко могут это все комбинировать с кроссовками. И все это смотрится стильно, модно, современно. И, на мой взгляд, невероятно универсально. Потому что, смотрите, никаких проблем с посадкой никогда у вас не будет. Та же модель, но шорты. Внизу пущена другого принта оборка. И смотрится уже игриво очень. Если пустить сюда тоже какую-то бахрому или оборочку. Такие, знаете, есть классные с кругляшками, как правильно, тесемочки. Очень будет классно и стильно. И невероятно, конечно, игриво. Тоже туда, сюда, везде, пожалуйста, можно ходить и привлекать внимание окружающих.